Мэрия нашла инвестора для продолжения реконструкции Михайловской набережной. Участок парка от сцены до гостиницы «Риверпарк» начнут благоустраивать в следующем году. С проектом ознакомился Михаил Якимов. Если прогуливаться по набережной в сторону речного вокзала, после того, как проходишь городок аттракционов, упираешься вот в такую границу, обозначенную бетонными столбиками. За ней как будто попадаешь в прошлое. Здесь все выглядит так же, как и 20 лет назад. Однако ждать изменений осталось недолго. Сначала реконструируют нижний променад, потом пойдут вверх. Аттракционы останутся. Планируем сделать пространство с аттракционами, но его очень качественно зонировать. Ближе к шумной части, шумную часть расположить, ближе к тихой части, тихую. Будут нестандартные решения. На набережной уже есть комната запахов. А здесь предлагают сделать зеленый лабиринт для детей. Киоски и кафе оформят в едином стиле. Мы планируем сделать здесь зону фудкорта, для того, чтобы люди могли купить даже, например, что-то в киосках, которые торгуют едой, пойти и спокойно поесть. И я думаю, что 2-3 летних кафе. До недавнего времени эта часть набережной не принадлежала парку. Теперь ситуация изменилась. И ничто не мешает преображению. Дизайн проект был разработан, был согласован как заказчикам, так и мэрии города Новосибирска, чтобы это все выглядело как естественное продолжение нашей прекрасной Михайловской набережной. Реконструкция обойдется в 50 миллионов рублей. Деньги не из бюджета. Мэрия нашла инвестора. Компания, которая строит жилой комплекс на границе набережной, примет активное участие. Сегодня подписали договор. Нельзя благоустраивать только одно какое-то свое маленькое гнездо. Нужно наводить красоту и устраивать и окружающее пространство. Оставшийся участок Михайловской набережной полностью реконструируют за два года. На первом этапе от реки до Среднего променада работы закончат к осени следующего года. А в 2021 году благоустроят ту часть, что ближе к большевистской. Михаил Якимов, Дмитрий Кан, Новосибирские новости.